Приветствую вас, друзья мои! В прошлом видео из археологического парка Колизея я рассказала вам немного о Колизее, храме Венеры и Ромы, который был построен по проекту императора Адриана, и про арку Тита, где внутренние рельефы арки рассказывают, как римляне внесли в город трофеи после войны в Иерусалиме, и как попала в Рим главная ценность храма Соломона Золотая Минора. Сегодня я хочу продолжить рассказ про Римский форум. Покажу вам несколько других храмов и расскажу их историю. Постараюсь, чтобы вам не было скучно. В истории известны две Фаустины. Объясню сразу, потому что сейчас расскажу вам про одну Фаустину, а потом в другом фильме расскажу про другую. Две Фаустины, мать и дочь, и поэтому мы будем называть их Фаустина-старшая и Фаустина-младшая. Обе они были женами двух прекрасных императоров – Антонина Пия, о котором сегодня пойдет речь, и Марка Аврелия, о котором расскажу в следующий раз. Сейчас на римском форуме мы находимся у храма, который был посвящен Фаустине-старшей. Еще с самого юного возраста Фаустина любила развлечения, которые шокировали всех вокруг. Родители думали, что она выйдет замуж и успокоится. Но выдав ее замуж за 20-летнего Тита Антонина – высокого, красивого юношу, который всем без исключения нравился. Он был красноречивым, добрым, щедрым. Ветренная Фаустина продолжала шокировать людей. Такие развлечения, которые любила Фаустина, могли привести молодую женщину к падению. Антонин очень любил Фаустину, и даже тогда, когда она была виновата, он никогда не конфликтовал с ней, а всегда находил правильный выход из этой ситуации. Тит Антонин очень хорошо зарекомендовал себя в работе. Император Адриан сначала сделал его главным советником, потом усыновил и объявил своим наследником. Позволю себе сделать небольшое отступление от истории о храме. У императора Адриана не было своих детей. Самой большой любовью Адриана был Антиной. Юноша всегда находился при императоре. И могло случиться так, что после смерти Адриана Антиной станет императором. Достаточно было усыновить его. Но когда они находились в Египте, Адриан очень любил путешествовать. Антиной при загадочных обстоятельствах утонул в Ниле. После его смерти Адриан очень переживал и обожествил Антиной. По количеству бюстов и скульптур, которые были сделаны в то время и дошедшие до наших дней, юноша Антиной занимает третье место после императора Актовиана Августа и самого Адриана. Во многих музеях не только Рима, но и всего мира можно встретить скульптуры и бюсты Антиной. Итак, император Адриан сначала назначает Антонина советником, а потом усыновил его и объявил своим наследником. Так, после смерти императора Адриана Антонин стал императором, а Фаустина – императрицей. Народ и солдаты очень любили Антонина и называли его «милосердный Антонин». Он был самым милосердным и миролюбивым императором. При его правлении не было войн, он предпочитал дипломатическими путями решать любые вопросы и споры. А вот о его жене было много не очень приятных разговоров из-за ее легкомысленного образа жизни, но он запрещал говорить о ней плохо, потому что очень любил. Он страдал и переживал по этому поводу. Если провести параллели, то Фаустина очень сильно напоминает нам жену Клавдия – Миссалину. Тут я еще раз позволю себе сделать отступление и расскажу историю Миссалины, чтобы сравнить, как по-разному закончилась их жизнь. Как и сейчас, в античном Риме измена не приветствовалась. Миссалина была третьей жена императора Клавдия. Она не пропускала мимо себя ни одного симпатичного мужчину, и все об этом знали. Миссалина переодевалась и ночью в публичном доме под именем Лициски отдавалась каждому, кто хотел ее. И даже однажды Миссалина соревновалась с жрицей любви с Циллой, кто из них сможет больше обслужить клиентов. Но, как говорится, сколько веревочки не виться, а конец будет. И конец наглости Миссалины наступил. Когда Клавдия не было в Риме, Миссалина умудрилась выйти замуж за своего любовника. Они совершили обряд бракосочетания и устроили свадебный пир. Клавдий тоже любил Миссалину и всегда исполнял ее желания. Но тут его терпению пришел конец, и он приказал казнить новобрачных. А знаете, как Клавдий узнал о смерти Миссалины? Он сидел за столом, обедал, и тут ему сообщают, что Миссалина убили. И чтобы заглушить боль, он только сказал, налейте мне побольше вина. Вплоть до наших дней мы пересказываем истории похождений самой знаменитой распутницы Древнего Рима Миссалины. И неизвестно, чем бы закончилась история про Фаустину Старшую, если бы она не умерла в 37 лет. Фаустина Старшая не успела насладиться властью жены императора, так как умерла на третьем году после того, как Антонин стал императором. И что же делает ее муж? Ну, во-первых, он запрещал говорить плохо о жене, а потом после ее смерти он обожествляет ее, и все забыли про ее увлечение. Вот так по-разному императоры отнеслись к своим женам. Антонин Пи приказал на римском форуме в честь нее воздвигнуть великолепный храм, перед которым мы с вами и стоим. После возведения храма в центре него была установлена статуя. Статуя императрицы Фаустины. Она была сделана из чистого золота. В 141 году, когда умерла Фаустина Старшая, было выпущено огромное количество золотых и серебряных монет с изображением императрицы. Нумизматы говорят, что ни один император не посвятил своей жене столько монет. На монетах было изображено очень нежное лицо Фаустины. Видимо, и здесь Антонин Пи показал, как он сильно любит свою жену. Несмотря на все ее пороки и увлечения, Фаустину Старшую любил народ. Любил за красоту, за мудрость. Она помогала бедным, организовывала школы для римских детей, особенно для девочек. Потом, после смерти Фаустины Старшей, их стали называть фаустинские девочки, и они были на содержании государства. Так Антонин Пи пронес свою любовь через века. И сейчас, находясь у храма Фаустины, мы понимаем, как сильно он любил свою жену. У Фаустины Старшей была очень интересная прическа из косичек. Римские женщины подражали ей и делали такую прическу, как у императрицы, где-то еще два-три поколения. Свою любовь к жене Антонин перенес на дочь, тоже Фаустину. Мы ее будем называть Фаустина-младшая. Про Фаустину-младшую – это уже другая история. Она вышла замуж за Марка Аврелия, который был по желанию Адриана усыновлен Антонином. Перед смертью император Адриан попросил Антонина усыновить Марка Аврелия, чтобы передать престол. Через некоторое время, после женитьбы на дочери императора, Марк Аврелий после смерти Антонина Пиа в 161 году был провозглашен императором. Антонин Пи умер в возрасте 75 лет. Он был одним из пяти лучших императоров Рима. Он был также обожествлен и рядом со статуей Фаустины поставили золотую статую императора. На стенах храма дописали «Божественному Антонину и Божественной Фаустини». Надпись до сих пор сохранилась. В колоннах наверху есть канавки для веревок, с помощью которых пытались разрушить храм и извлечь материал для строительства новых зданий. В средние века в папском Риме разрушали храмы Древнего Рима, потому что они были языческими. Но колонны, видимо, были такие стойкие, что их не смогли сдвинуть с места. Многие колонны с римского форума были перенесены в церкви Рима. На наших прогулках по Риму я часто показываю колонны, которые были взяты с римского форума и встроены в здания церквей. В XI веке храм Антонина и Фаустины был преобразован в церковь. Благодаря этому храму целел. Помните, такая же судьба была и у пантеона. Его вовремя преобразовали в церковь, и он дошел до наших дней. Вот только храму Антонина и Фаустины повезло меньше. Когда в 1527 году в Рим вошли войска Карла V, в Риме было страшное разграбление. И в этот период церковь сравняли с землей. Остался стоять только портик храма. И только в начале XVII века на месте храма была построена церковь. При строительстве этой церкви были найдены части двух больших статуй Антонина Пии и Фаустины. И все та же история. Когда христианство запретило язычество, статуи были разрушены. Храм стоит на высоком подиуме, к которому ведет лестница. Она, конечно же, была переделана. Но если рассмотреть поближе, то можно увидеть остатки от старого кирпича. Недалеко от храма Антонина и Фаустины в центре римского форума мы видим большие каменные блоки с небольшой зеленой крышей сверху. Это храм божественного Юлия, а точнее сказать подиум, который остался от него. Гай Юлий Цезарь стал первым римлянином, обожествленным после смерти, не считая основателя города Ромула. Цезарь был убит заговорщиками 15 марта 44 года до н.э. на территории театра Помпея. Юлий Цезарь получил 23 колотые раны, из которых одна была смертельной. Потом его тело перенесли на форум. Каждый год 15 марта во второй половине дня в память о Цезаре на площади Торо-Арджентина на месте убийства проходит театрализованное представление, которое повествует историю этого убийства. Потом после убийства тело переносят на римский форум, где предают сожжению. Это происходит именно здесь. Храм божественного Юлия возвел приемный сын Цезаря Октавиан. На подиуме храма на месте захоронения Цезаря находился алтарь. Первоначально на месте захоронения Цезаря была установлена мраморная колонна желтого, как золото цвета, и была надпись отцу Отечества. Но долго она не простояла, противники Цезаря ее опрокинули. При первом императоре Рима Октавиане Августе, как я уже говорила, он был усыновлен Цезарем. Цезарь был обожествлен, и ему возвели храм. Храм был очень красивый и высокий. Внутри стояла огромная статуя Цезаря. Когда двери храма открывали, статуя была видна с форума. Алтарь храма считался неприкосновенным, люди это понимали и прятались в нем. Так они могли попросить защиту. Там прятались преступники, беглые рабы. Но не то, чтобы их вообще никто потом не наказывал. Кого-то миловали, кому-то давали отсрочку на наказание или даже послабление. Но эта ситуация не нравилась Сенату, и они огородили храм стеной. Да так, чтобы невозможно было забраться туда. Так они решили эту проблему. В Риме до сих пор любят и ценят Юлия Цезаря. Это можно судить даже по цветам и монетам, которые находятся на его захоронении. Обожествили основателя Рима Ромула, Цезаря. Потом император Август положил начало этого культа для императоров. И это было уже привычным делом обожествлять императора. Дошло до того, что император Веспасиан перед смертью сказал, увы, кажется, я становлюсь богом. Потом обожествили и его сына Тита. Я вам рассказывала про арку Тита. Если встать под нее, то можно рассмотреть рельеф, как орел уносит в небо Тита. В археологический парк Колизея лучше всего приходить утром, когда все туристы еще спят. И тогда есть возможность в тишине повродить по римскому форуму и палатину. Можно стать свидетелем, как археологи и реставраторы готовятся к работе, где находятся их складские помещения. Сначала это место было удобно для торговли. Потом торговцев перевели в другое место, и это место стало политическим и религиозным центром, то есть римским форумом. Римский форум густо застроили храмами, колоннами, арками, местами судебных процессов, трибунами, с которых выступали ораторы. Здесь находится священная дорога, черный камень, пуп земли. Обо всем об этом нам еще предстоит поговорить. Я не раз еще вернусь на римский форум, чтобы рассказать вам новые истории. Те, кто первый раз попадает на римский форум, при виде огромного количества развалин теряются и много интересного пропускают. Я же в своих фильмах хочу подробно все рассказать и показать. Следующий мой фильм, скорее всего, будет не с римского форума, а с музеев Ватикана. В воскресенье я была в музеях Ватикана и сняла небольшой фильм для вас. На этом я буду прощаться с вами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями и до новых прогулок по Риму. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok